Деструкторы Деструкторы перегружать нельзя, потому что деструкторы такая особенная функция, у которой может быть только одна сигнатура. Это функция, которая не принимает никаких аргументов. Что касается остальных функций и конструкторов, в том числе, их перегружать можно. Вот есть примеры, как это делается. У аргументов функций методов C++ могут быть параметры по умолчанию. То есть, если мы пропустим при вызове функции какие-то параметры, будут подставлены значения, которые мы указали по умолчанию. Значит, мы можем указывать либо все целиком, либо можем пропускать аргументы, для которых есть значения по умолчанию. Ограничение одно. Если мы начинаем пропускать какие-то аргументы, то должны пропускать их до самого конца. Да. Пропусков здесь быть не может. Потом, давайте поговорим про явные приведения типов. В C++ есть следующие способы приведения типов. Первый — это static cast. Это приведение каких-то простых типов. Одно в другое. Для чего это делается? Это делается, например, для того, чтобы избавиться от предупреждений компилятора. Поскольку приведение знакового, не знакового, а числа с плавающей точкой к целому — это потеря точности. Поэтому компилятор нам может выдавать предупреждение. Мы явно указываем свои намерения, что вот мы приводим к этому типу. Мы его хотим получить. О последствиях мы понимаем. Потом static cast используется для того, чтобы приводить указатель на void к нужному типу. Например, нам malloc возвращает указатель на void. Мы, соответственно, его можем привести к тому типу, который нам нужен. И также он используется для приведения вверх и вниз по иерархии. Вверх по иерархии к базовому классу приведения. Безопасно можно спокойно это делать. Вниз возможны последствия. И здесь я в прошлый раз говорил о том, что можно из одного типа получить другой тип, который совсем им не является. Вот, собственно, этот комментарий здесь, что приведение к другому типу — это неопределенное поведение. Далее. Есть возможность снять или наложить константность. Для этого существует const cast. В принципе, на самом деле, на этом, наверное, достаточно. Для аккуратно написанной хорошей программы, в принципе, можно обойтись без остальных приведений. Но для полноты картины я о них расскажу. Это dynamic cast. Cast времени выполнения. Здесь компилятор не может на этапе компиляции многих вещей проверить, поэтому он делает это во время выполнения. Для того, чтобы это все работало, есть два требования. Это первое. То, что иерархия должна быть полиморфной. То есть должна быть как минимум одна виртуальная функция в иерархии. О виртуальных функциях сейчас чуть позже поговорим. И второе. Это требуется, чтобы была включена информация о типах. Что такое информация о типах? Компилятор. Если включена данная опция при компиляции, компилятор где-то в статической памяти выделит какой-то блок и запишет там для каждого типа в программе какой-то идентификатор короткий, текстовый. Соответственно, его можно потом будет использовать. Почему в некоторых проектах RTTI не используется? Потому что, во-первых, некоторые не хотят впустую тратить память на эту информацию о типах. Во-вторых, но все-таки C++ такой язык, где использование вот этой информации о типах считается не очень хорошим дизайном. Потому что язык предоставляет довольно много способов без них обойтись. Соответственно, если есть возможность обходиться без них, то лучше без них обходиться. Приводить можно по указателям, можно приводить по ссылкам. Пример с ссылкой, наверное, не написал. В общем, в случае, если не удалось приведение через указатель, будет возвращен нулевой указатель. Если не удалось привезти по ссылке, то поскольку ссылка всегда на что-то указывает, поэтому нельзя вернуть невалидную ссылку, то будет выброшено исключение BadCast. Два вывода о DynamicCast. Первое, это C++, это признак плохого дизайна, как правило. И второе, это довольно дорого. То есть реально будет замедление при использовании DynamicCast раз в 10, наверное, 20. По сравнению с тем, чтобы просто в каждом классе завести какой-то идентификатор и потом проверять, являются ли совместимыми эти типы и приводить их уже через, например, static cast. Последний cast из C++, это ReinterpretCast. Он, соответственно, позволяет привести что угодно к чему угодно. Компилятор не выполняет никаких проверок. Все, в общем-то, ответственность перекладывается на разработчика. Это довольно мощная и довольно опасная штука. И использовать ее, в общем-то, не рекомендуется. Очень много подводных камней. Ну и последний cast, это не cast C++, это cast, доставшийся в наследство от C. Поэтому использовать в программах на C++ его не нужно вообще. Работает он следующим образом. Сначала компилятор попробует использовать static cast. Если это не удастся, то он будет использовать ReinterpretCast. Ну и по необходимости, если нужно снять константность, он ее снимет через ConstCast. Почему это плохо, такое приведение? Ну, во-первых, оно очень мощное. То есть оно просто вам приведет что угодно к чему угодно. И для вас это может быть полной неожиданностью. Во-вторых, если, допустим, ReinterpretCast просто поиском можно найти в программе и такие подозрительные места исследовать, то вот такой вот cast найти уже будет довольно сложно. Дальше. Помимо таких вот явных приведений типов, бывают неявные приведения типов. Ну, например, когда мы пишем double y равно там x, а x у нас целочисленное, здесь у нас никаких ни ошибок, ни предупреждений компилятор выдавать не будет. Он просто для нас неявно приведет из одного типа в другой тип. Такого же эффекта можно добиться и со своими классами, используя конструкторы. Например, если мы объявим такой вот конструктор, который принимает int, то потом сможем писать, вот так вот создавать этот класс. То есть равно 5, компилятор автоматически вызовет этот конструктор. Ну и, соответственно, здесь у нас окажется уже объект сконструированный. Когда это бывает нужно? Нужно это бывает, например, когда вы захотели написать класс, к примеру, который представляет собой число повышенного размера. То есть не 64 бита, допустим, на число, а сколько угодно, допустим, хоть там 1000 бит и больше. В таком случае вам, наверное, захочется дать такой интерфейс этому классу, чтобы с ним было удобно работать. Например, можно было бы писать так, использовать этот класс просто в каких-то арифметических выражениях, как какой-то обычный числовой тип. Довольно удобно. Вот для таких случаев и существует неявное приведение типов. То есть когда вы хотите создать какой-то специальный класс, который будет себя вести как какой-то тип. Конечно, тут полет фантазии трудно ограничить, можно придумать что угодно, но вот эта вот практика, она нормальная, а все остальное, мне кажется, что, наверное, лучше от неявных преобразований отказаться. Все-таки явное всегда лучше неявного. Так вот, для того, чтобы запретить такое неявное приведение, нам не хочется, чтобы приведения выполнялись неявно, мы хотим все явно описывать. Для этого существует ключевое слово explicit, и оно говорит о том, чтобы компилятор не выполнял вот такие вот неявные приведения. То есть в данном случае он нам выдаст ошибку. В C++ есть особые функции, которые называются операторы. Используются они для того, чтобы, опять же, дать какую-то определенную семантику вашему классу, какое-то поведение реализовать. Например, вы можете написать операторы сравнения и сравнивать два класса между собой просто через обычное двойное равно. Давайте сразу пример рассмотрим. Наш вот этот класс, который представляет собой большое число, целочисленное. Вот у него, допустим, аж 256 байт выделено под хранение числа. То есть очень-очень большое число можно хранить. И мы хотим сравнивать его с другим каким-то числом, ну, в каких-то своих выражениях. If x там равно y и так далее. Мы, соответственно, можем написать такой оператор. И на чем я хотел остановиться здесь? Во-первых, обратите внимание на константность метода. То есть, как мы говорили на прошлой лекции, что если метод не изменяет состояние класса, лучше его объявить константным. Наверное, никто не ожидает, что в результате сравнения двух классов один из классов изменится. Поэтому, да, тут константность уместна. Далее. Первое, что мы делаем, это мы проверяем на сравнение себя. Ну, то есть не сравниваем ли мы себя с самим собой. Если, да, действительно, указатель на себя равен указателю объекта, с которым мы сравниваем, значит, это сравнение с самим собой. Возвращаем сразу true и ничего не делаем. Иначе просто берем и проверяем на равенство. С этим понятно? Парный оператор не равно. Мы можем реализовать через тот оператор, который у нас уже есть. Чтобы не писать логику два раза, мы просто берем и используем тот оператор, который у нас уже имеется. Ну и, соответственно, вот использование. И в C равно 5 можем писать. Здесь будет неявное приведение, выполненное компилятор. То есть вызовет конструктор, создаст новый объект, сравнит его с тем объектом, который уже существует, ну и так далее. Есть также операторы меньше-больше, меньше или равно, больше или равно. То есть, в принципе, все случаи покрыты. Кроме операторов сравнения, существуют бинарные арифметические операторы, то есть которые принимают два аргумента. Например, сложение. Мы можем сложить один наш класс с другим, то есть иметь вот такую вот запись. x плюс y. Сразу давайте попробуем написать хороший оператор сложения, который будет работать правильно и работать во всех случаях. Первая попытка. Берем, получаем здесь посылки. Почему посылки здесь мы принимаем другой аргумент? Чтобы избежать копирования. Там все-таки большой буфер, мы не хотим каждый раз копировать вот эти вот 256 байт. Поэтому принимаем его посылки. Далее мы его складываем с тем объектом, который у нас здесь есть, и возвращаем результат. Такая запись, все хорошо, все работает. Если мы захотим написать x плюс y плюс x, возникает ошибка. Почему возникает ошибка? Если разобрать то, во что это выражение превращается, то становится понятно. Превращается она в следующее. Здесь происходит вызов оператор плюс, то есть фактически представляете, что вызывается функция аргумент y. в результате нам возвращается константная ссылка на какой-то объект. Далее мы к константной ссылке вызываем этот оператор плюс. И, соответственно, здесь уже компилятор нам не может это скомпилировать, потому что у константных объектов вызывать неконстантные методы нельзя. То есть здесь происходит ошибка. Давайте попробуем исправить. Ну, наивно. Возвращаем не константную ссылку, а просто ссылку возвращаем. Запись уже такая вот нормально компилируется, но при этом мы получили побочный эффект. В результате сложения x у нас изменился. Хотим мы такое поведение? Наверное, нет. Поэтому, наверное, всё-таки в этом операторе нелогично будет изменять самого себя, а логично будет создать какой-то временный объект, его вернуть. Создали временный объект, результат сложения поместили в него, вернули в временный объект. Всё прекрасно. Такая запись работает. Ни x, ни y у нас в результате такого сложения не меняются. Но следующий пример ломает этот код. То есть, когда у нас, допустим, y константная, у нас тут же этот код ломается. Ломается он почему? Потому что здесь мы принимаем обычную ссылку, а y у нас константный, поэтому мы константный объект по неконстантной ссылке передать не можем. Соответственно, исправляем. Делаем, принимаем аргумент по константной ссылке. Всё хорошо. Последнее, что ломает наш код, это когда не правый аргумент, а левый аргумент константный. Вот такая вот запись ломается. Соответственно, чтобы его исправить, мы что делаем? Мы объявляем, оператор делаем константным методом. То есть он не изменяет состояние класса, он создаёт какой-то временный объект, там что-то с ним делает, временный объект возвращается. Само состояние класса не меняется. Поэтому вот это вот, в принципе, мы получили уже готовый, хороший оператор сложения двух классов. Есть вопросы по этому? Дальше. Операторы могут не быть членами класса. Когда это бывает нужно? Например, у нас есть какой-то другой класс, который тоже представляет собой какое-то число. Допустим, из другой какой-то библиотеки есть. Мы хотим работать с этими типами, поэтому хотим вот обеспечить какую-то совместимость. Первое. Ну да, мы можем написать оператор, перегрузить, который будет принимать вот этот вот in128. И такая запись у нас будет работать, где левый аргумент у нас наш класс bekin, а правый in128. Но написав y плюс x, мы уже получим ошибку компиляции, потому что у y, а y у нас in128, там в той библиотеке про наш тип не знают ничего и, соответственно, его не реализовали. Для того, чтобы все-таки получить нужное нам поведение, мы можем сделать оператор сложения отдельной функцией. Здесь, смотрите, я в классе написал вот сигнатуру вот этого вот метода и пометил ее как friend. Что это значит? Это в c++ можно ослаблять доступ к классу для других классов или для каких-то других функций. То есть, как я уже говорил, у c++ философия такая, что мы тебе даем различные способы писать код корректный, компилятор твой друг, он будет проверять. Но если ты хочешь, то делай, что считаешь нужным. Вот. Friend говорит о том, что функция вот с такой вот сигнатурой она может иметь доступ к внутренностям этого класса. И к private секции, и к protected, ну, к public все и так имеют доступ. Вот. Написали внешнюю функцию, которая принимает in128 и backint. Ну и, соответственно, добились нужного нам поведения. Это у нас работает. Из арифметических операторов что еще есть? Вычитание, деление, умножение, остаток отделения. Приоритет, если мы напишем выражение там x плюс y умножить на z, приоритет стандартный для этих операторов арифметических. То есть, сначала умножение, а потом сложение. Помимо бинарных операторов есть сунарные операторы. То есть, мы можем, например, написать минус x. То есть, поменять знак нашего числа. Ну, можно сделать это, например, как-то так. Здесь, забегая вперед, это конструктор копирования, конструктор копирования на следующей лекции. Здесь просто, чтобы вы понимали, мы создали копию, поменяли знак, вернули этот временный объект, у которого уже знак изменился. Для симметрии есть унарный плюс еще. Можно писать плюс x, правда, смысла нету никакого, но для симметрии есть. Далее, имеются операторы инкремента и декремента. То есть, увеличить на единицу, уменьшить на единицу. Здесь, на что я хочу обратить внимание, кто не в курсе, есть инкремент и декремент двух видов, где плюс стоит, два плюса стоит до имени переменной и после. Чем они отличаются? Отличается у них семантика. Такая запись, она сразу увеличивает значение переменной и возвращает уже измененное значение. То есть, если мы здесь напишем int y равно плюс плюс x, то x у нас будет равно 4 и y будет равно 4. Здесь семантика другая. Здесь значение переменной увеличивается, но возвращается копия до увеличения. То есть, если бы мы здесь написали int y равно x плюс плюс, x стал бы 4, y у нас был бы равен 3. Для того, чтобы различать две этих формы, у оператора инкремента, который сначала, который не сначала, который возвращает значение, которое было до, у него аргумент int, он нигде не используется, никак не используется, это просто сделано для того, чтобы можно было их различать. Соответственно, мы можем у себя написать какой-то метод, который увеличивает значение, которое есть у нашего объекта и использовать его в двух версиях. Только здесь мы просто увеличиваем и сразу возвращаем себя уже измененную версию. Здесь мы сначала копию сохраняем, увеличиваем, возвращаем копию. Какой из этого вывод? Что потенциально, когда вы какие-то классы используете и используете вот такую вот запись, это потенциально может быть медленней. Если вам неизмененная копия не нужна, то используйте такую версию. Для примитивных типов, там int, что-нибудь такое, разницы никакой нет. То есть, если посмотреть код, который сгенерирует компилятор, там, в общем, будут одни и те же инструкции. Но для каких-то классов вполне возможно, что это будут лишние какие-то действия. Создание копии. Вам, если копия не нужна, то, в общем, избегайте. Можно поподробно прочитать после установки инструмента этот инструмент инт сигнаторий должен быть именно интом? Да, да. Инт. Всегда инт. Он никак не используется, он просто нужен для того, чтобы можно было различать эти два этих оператора. Такая вот перегрузка, как бы просто, чтобы их различать. Дальше имеются логические операторы. То есть, мы можем написать, если мы пишем какой-то там логический тип, для которого применимо вот там отрицание логическое или мы, соответственно, эти операторы тоже можем написать. Если мы пишем какой-то класс для работы с битами, то у нас тоже есть полный набор для битовых операторов. Мы тоже можем необходимое поведение, там все реализовать. Имеется составное присваивание. Составное присваивание это короткая форма записи. Мы не пишем х равно х плюс 3, мы можем написать сразу х плюс равно 3 и у нас х увеличится на 3 или умножено будет на 4. Это вот называется составное присваивание и там в общем полный набор. Там минус, плюс, разделить, умножить. Соответственно, такое же поведение мы можем реализовать и в своем классе, если нам это нужно. Здесь тоже обратите внимание, уже он не константный, потому что он состояние, вот этот вот оператор, состояние класса должен менять. Здесь на что я еще хочу обратить внимание. в принципе в C++ и в C, когда вы используете какие-то примитивные типы, вам ничто не мешает сделать вот такую вот запись. Смысла, наверное, в этом нет никакого, но оно вот возможно. Поэтому, если вы хотите добиться такого же поведения, возвращайте копию. Если вам такое поведение не нужно, возвращайте константную ссылку. Тут уже решайте сами, как вы хотите. Далее. Есть операторы вывода в поток. Потоки, про потоки в C++ мы не разговаривали. Это может быть, например, файловый поток или вывод в консоль. В общем, есть возможность перегрузить оператор, который будет наш класс куда-то записывать. Есть в стандартной библиотеке такой вот класс Ostream. Это базовый класс для всех потоков. В него можно, соответственно, что-то записать. Там есть методы write, метод тоже есть оператор, который в него что-то записывает. Соответственно, мы можем перегрузить такой оператор, определить его у себя в классе и потом красиво выводить наш класс в консоль или куда, в общем, пользователь, какой укажет поток, куда выводить. Cout, это вывод в консоль, значит, будет выводить в консоль как-нибудь красиво. Далее. Операторы доступа. операторы доступа нам нужны для того, чтобы в классе реализовать семантику доступа как к массиву, то есть через квадратные скобки. Мы можем такой оператор у себя в классе определить и чтобы поддержать запись вот такого вот вида. Как это работает? Да, в общем-то, лучше, наверное, на примере сразу посмотреть. Захотели мы, например, написать свой класс массив. Не знаю для чего, просто захотели. Выделили какую-то память, передали, как бы написали два оператора, написали две версии оператора. Один константный, другой неконстантный. Для чего это нужно? Ну, если у нас будет массив константный, мы сможем из него читать, используя этот оператор. Если он не константный, мы сможем не только читать из этого массива, мы можем туда еще и писать. То есть, если мы вернем просто ссылку, то при такой вот записи возвращаем ссылку на ячейку памяти и по этой ссылке записываем туда четыре. здесь мы возвращаем константную ссылку, просто читаем оттуда. Можно было бы для простых типов просто возвращать не ссылку, это предпочтительнее было бы, но если какие-то классы другие, то уже лучше ссылку возвращать здесь константную. По этой понятно? Все нормально? Далее. с помощью операторов можно реализовать семантику указателя, то есть наш класс может вести себя как указатель. Это арифметика указателей, ну это арифметика указателей с помощью операторов математических реализуется сложение и прочее. От указателя у нас что? У нас разыминование указателя, получение самого указателя, ну и доступ через стрелочку. Сейчас мы на примере давайте посмотрим. У нас есть допустим класс MyObject какой-то мы не хотим напрямую с ним взаимодействовать, мы хотим через какой-то прокси-класс иметь к нему доступ. Берем пишем этот прокси-класс MyObject PTR здесь у нас указатель собственно на этот объект в конструкторе мы его создаем в деструкторе мы его удаляем то есть используем райидиому здесь кстати мы сразу реализовали семантику умного указателя то есть нам уже не нужно заботиться об удалении этого объекта как только будет на стеке удаляться вот этот объект он сам автоматически удалит вот этот объект который был создан в куче ну и соответственно реализуем семантику уже указателя разыменование возвращаем ссылку на объект обычную ссылку и константную ссылку в случае если у нас MyObject PTR константный и реализуем оператор доступа через стрелочку тоже он оператор через стрелочку тоже константные константные неконстантные версии ну и соответственно используем работаем с этим объектом так как будто это указатель то есть полностью мы реализовали вот эту семантику она используется еще в стандартной библиотеке для обхода коллекций различных существуют итераторы там используется такая же семантика то есть любой итератор он ведет себя как указатель там тоже это широко применяется интересный объект функтор он позволяет с объектом работать так как будто это функция то есть мы можем создать какой-то объект и потом писать код так как будто это какая-то функция то есть мы берем вызываем как будто функцию при этом когда компилятор встречает такое вот выражение он пытается найти подходящий оператор с круглыми скобками если соответственно совпадет у нас те аргументы которые он принимает и которые здесь подставлены он соответственно сделает вызов тоже обратите внимание что здесь хотя тип инт но поскольку у бигинт есть конструктор который принимает инт то вот это приведение будет выполнено неявно здесь в общем что я хотел сказать про функтор функторы очень широко использовались до стандарта 11 года фактически все алгоритмы стандартной библиотеки можно было использовать только с помощью функторов лямбда функции не было поэтому чтобы как-то настроить алгоритм на нужное поведение нужно было в него передать функтор сейчас функтор уже не очень актуален поскольку зачастую очень удобно на месте писать короткие лямбда функции но вот такая вот важная особенность она вот присутствует далее перегружать можно операторы new delete и запятая new и delete бывает полезно да автогенератора проксирующих ну я не знаю зачем он нужен специально для этого какие-то средства в самом языке чтобы это делать если тебе нужен генератор бери питон пиши генератор он тебе код будет генерировать программу это нормально это метапрограммирование программы пишут программы это хорошо зачем это нужно в самом языке ну я честно говоря не знаю не знаю мне честно говоря не ну я хотя много писал и итераторов своих и там еще какие-то классы но вот использовать генератор какой-то чтобы он был удобен во всех случаях мне как-то даже не приходило в голову если придумаешь классно напиши пропозал в комитет может примут его так new и delete да возвращает последнее значение то есть можно написать int x равно 2 запятая 3 запятая 5 x будет равен 5 да можно написать там целые выражения они все выполнятся но вернется результат последнего выражения это довольно такая мутная тема как бы в реальном коде я как-то особо не видел применений оператору запятой вот но во всяких тестах на знание языка вот зачем-то вот пишут такое в общем что я хочу сказать не использую никогда не перегружайте оператора запятую не надо этого делать я не знаю и не хочу чтобы и вы знали просто не делайте этого это всех просто ну вас не будут любить если вы так будете делать дальше ну вот new и delete бывает нужны это делается когда пишутся какие-то менеджеры памяти там где нужно какое-то специфическое выделение памяти или просто допустим бывает так что в проекте перегружают оператор new и delete для того чтобы смотреть на то нет ли утечек памяти к примеру то есть в конце когда программа завершается там в new есть какой-то счетчик а в delete соответственно этот счетчик уменьшается в конце работы программы смотрят что если значение 0 значит все хорошо утечек нет если отличное от 0 значение значит delete забыли где-то вызвать то есть бывает да бывает это используется что интересного еще про методы класса хочется рассказать допустим у нас есть такая вот иерархия есть структура структура б которая отнаследована от а и два одинаковых метода с одинаковой сигнатурой что при этом произойдет это будет компилироваться но работать это будет следующим образом компилятор здесь определит какую функцию вызвать исходя из типа переменной если это тип переменной а он вызовет первый вариант если тип б вызовет второй вариант если мы напишем вот так создадим объект и поместим его в указатель базового класса то фактически да там будет б объект но компилятор вот в этой точке об этом не знает он просто посмотрит что c типа а и вызовет первый вариант вот такое поведение называется сокрытие то есть мы в каких-то случаях скрываем метод базового класса естественно это довольно странно зачем оно такое нужно я честно говоря к который написал вот так возможно он делает полиморфное поведение полиморфное поведение это когда объекты в какой-то иерархии могут себя вести отличным образом от объектов базового класса то есть в базовом классе у нас одно поведение а в каком-то производном классе мы можем это поведение изменить то есть становится у нас уже поведение начинает отличаться. Один из важных столпов объектно-ориентированного программирования. В C++ для этого используются виртуальные функции. Мы должны где-то вверху иерархии определить виртуальную функцию. После этого в производных классах вниз по иерархии мы можем ее переопределять. Рекомендую писать ключевое слово override, его можно не писать и поведение будет точно такое же с одним отличием, что компилятор, если вы напишите override, он будет проверять, есть ли в базовом классе функция с такой же сигнатурой или ее нет. Если нет, выдаст ошибку. Почему это хорошо писать? Потому что если программа живет какое-то длительное время, могут там, допустим, начать какой-то рефакторинг, какое-то изменение базового класса, изменить сигнатуру. Если у нас написано override, мы тут же получим ошибку и сможем во всей иерархии изменить эту сигнатуру. Если же override не написали, то мы получим, скорее всего, какой-то трудноуловимый баг. То есть у нас просто перестанет работать полиморфное поведение в некоторых классах, где override не написано. Поэтому пишите везде override. Как работают виртуальные функции? Об этом чуть попозже. Сейчас для нас просто магия такая. Просто, допустим, что они работают. Посмотрим как. Если мы объекта создали вот таким вот образом на стейке и вызываем методы, здесь используется статическое связывание. Что это значит? Это значит, что какую функцию вызвать компилятор определяет в момент компиляции. Он также, исходя из типа переменной, посмотрит, что а это тип а и вызовет функцию, которая объявлена в классе а. Также он посмотрит, какой тип тип B вызовет ту функцию, которая в классе B. Если же мы используем указатель или ссылку, то начинают работать динамическое связывание, позднее связывание. То есть компилятор уже генерирует такой код, который вызывает нужную функцию уже во время выполнения программы. Как это работает, чуть попозже. Сейчас просто смотрим, что оно работает. Создали объект типа B, поместили его в переменную, которая имеет тип указателя на базовый класс, но вызывается нужная нам функция. Все классно. И в случае указателя, и в случае ссылки на базовый класс все равно вызывается правильное. Все замечательно. Теперь давайте… Да. В первом случае, когда у вас будет вызвана первая функция, оно… Ничего не приведет, что получается? Ну, она буквально не изменится. Вот это? Да. Ну как, произойдет то, что написано вот в этой вот функции, то и произойдет. То есть вот будет вызвана она. Что вот здесь вот будет какой код написан, то и произойдет. Вот как бы вот так. То есть отличие в чем? Что мы можем захотеть полиморфное поведение. Мы можем захотеть иметь, например, какой-нибудь контейнер, куда положить разные объекты, ну, у которых есть общий базовый тип. Ну, к примеру, это могут быть… Там, не знаю, если это игра какая-нибудь, это могут быть там юниты какие-нибудь. Есть базовый юнит, и от него уже всякие производные. Они все будут вести себя по-разному. Какая в них логика уже запрограммирована. Вот что такое полиморфное поведение. И вот это вот средство его добиться. Одно из в языке C++. Давайте посмотрим, как эти функции виртуальные работают. Для начала просто посмотрим пример на языке C++, где это уже все как бы есть из коробки, все работает. Допустим, у нас есть какой-то базовый класс, девайс, просто какое-то устройство. В него можно что-то записать. Там, какой-то набор символов в него можно записать. Что это за устройство, неважно. Это может быть консоль или диск, или какое-то сетевое соединение. Нам неважно. Мы хотим просто иметь возможность работать через интерфейс базового класса. Например, мы можем потом написать какой-то код, который просто берет, что-то рассчитывает и куда-то там записывает. Длительный расчет. Или он, к примеру, температуру меряет и периодически куда-то эти результаты записывает. И мы можем в этот код передавать различные реализации этого базового класса. Передали консоль, он будет это в консоль делать. Передали сетевое какое-то соединение, он будет в сеть это писать. Ну, собственно, это мы сейчас и сделаем. Делаем класс уже производный от этого устройства, назовем его консоль. У консоли пусть будет какой-то идентификатор, ну и мы переопределим вот этот вот метод write. То есть просто возьмем и выведем в консоль, что вот консоль с номером таким-то сообщением, вот такое-то. Потом сделаем еще один класс, сокет какой-то там, сетевое какое-то соединение. У него есть, допустим, адрес какой-то, куда он это передает. Ну и также метод мы просто, допустим, сейчас будем просто на экраны вводить, что мы чего-то послали по какому-то адресу. Ну и потом использовать мы можем, например, так. Возьмем, объявим массив указателей на базовый класс и туда положим уже конкретные объекты. Ну и потом будем работать, не зная, что это за тип, какой конкретно там, что там, консоль, сокет или что-то другое. Мы просто вызываем метод write и оно там каким-то образом работает. Здесь обратите внимание, я delete нигде не написал, но delete писать надо. Это все я упрощаю просто. Ну и, соответственно, запускаем, смотрим, что, о, да, вот действительно это работает. Все хорошо. Теперь давайте то же самое напишем на C. То есть сами напишем виртуальные функции на языке C. Там этого нету, поэтому сделаем это сами, своими руками. Также сделаем предварительное сначала объявление структуры device. Здесь, в общем, смысл какой? Как сделать такое поведение? Надо просто взять, допустим, у нас будет структура консоль, структура сокет. Мы в каждую из этих структур поместим какую-то табличку с указателями на функции. И потом будем вызывать нужную функцию во время выполнения. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот я сделал такую структуру, назвал ее virtual function table, то есть таблица виртуальных функций. У нас она пока что будет одна, это write. Как вот помните, я уже рассказывал, как делать классы на языке C. Надо просто, то что C++ делает за нас автоматически, передает указатель на Viz, мы должны делать это сами. Ну вот передаем указатель self, типа на вот эту вот структуру, которая хранит контекст этого класса. И message, что мы будем куда-то там передавать. И, соответственно, делаем такой вот классик, в котором у нас будет одно поле. Это, собственно, таблица вот этих вот виртуальных функций. Далее напишем оберточку. Чтобы вручную не ходить в ту таблицу, мы просто возьмем и сделаем удобный вызов вот этой функции write. self, это указатель, у нас будет на самого себя. Мы пойдем в эту табличку виртуальных функций и вызовем там вот эту вот функцию. Понятно пока? Дальше. Мы начинаем делать уже конкретные реализации. Делаем структуру консоль. Также в нее помещаем. Ну, в C нету наследования, поэтому нам нужно наследоваться вручную. От наследоваться вручную, это значит, те же поля, которые у нас есть в базовом классе, поместить в производный класс. В базовом классе девайс у нас вот только вот такая вот табличка есть. Мы ее также помещаем и в класс производный. Причем здесь порядок очень важен, потому что мы потом будем кастить из одного типа в другой. Если оно будет находиться в другом месте, мы получим ошибку, у нас не будет работать. Ну и дальше мы можем этот класс обогащать нужной нам информацией. Ну вот в данном случае у консоли есть какой-то идентификатор. Ну и пишем вот эту вот функцию, которая делает запись. То есть мы здесь получаем указатель на девайс, но фактически там должен лежать указатель на структуру вот такого вот типа. Поэтому мы ее кастим к нужному нам типу, оттуда извлекаем идентификатор. Ну и также на экран пишем то, что мы писали. Для того, чтобы удобно с этим работать, мы делаем вручную конструктор. Если у нас в C++ конструктор уже есть из коробки, то здесь нам нужно его сделать руками. Вот, назовем конструктор, допустим, console.new. Выделили память. Заполнили таблицу виртуальных функций нужными функциями. Инициализировали контекст, то есть вот идентификатор записали. И потом вернули указатель. То есть фактически сделали вот мы конструктор своими руками. Аналогично делаем реализацию сокета. Также таблица виртуальных функций. Адрес. Функция write, которая тоже делает каст из базового класса фактически. Ну и выводим в консоль. Все замечательно. И также конструктор реализуем. Выделяем память. Инициализируем таблицу виртуальных функций. Инициализируем поля структуры. Возвращаем указатель. Работать, хотя писанины довольно много, но работать в принципе довольно удобно. Также массив указателей на базовый класс. Вызов конструкторов. В результате у нас оказываются здесь объекты уже созданы, инициализированы. Ну и дальше мы можем работать с этим массивом полиморфных объектов. Как будто у нас есть виртуальные функции. То есть берем так же, не задумываясь о том, какой тип там находится в этом массиве. Просто вызываем функцию write, и они отрабатывают так, в общем-то, как мы и ожидали. Ну в принципе теперь должно быть понятно, как в C++ работают виртуальные функции. В C++ также у каждого класса есть таблица виртуальных функций. То есть есть какой-то указатель на какую-то табличку, где находятся функции, адреса функций. То есть фактически то, что мы делали вот сейчас в C руками, в C++ просто компилятор за нас это сделает сам. А работает все это, в общем-то, ну точно так же. Посмотрите это, давайте проверим. Вот у нас есть два класса. В одном нет виртуальных функций, в другом есть виртуальная функция. Как только появляется виртуальная функция в классе, соответственно, там появляется таблица виртуальных функций. И посмотрим sizeof от этого и от этого. Здесь у нас один int, 4 байта. Здесь, где виртуальная функция, уже размер стал 16. То есть указатель, вот конкретно это я компилировал на 64-битной системе, там указатель у меня 8 байт. Почему 16, а не 12? Потому что выравнивание. На прошлой лекции мы говорили, указатель выравнивается на моей архитектуре по адресам кратным 8. Поэтому после int 4 байт он еще добавил выравнивание 4 байта. В результате получилось размер этого класса 16 байт. Какой вывод из этого? Если размер структуры критичен, ну, к примеру, вы захотели, там, вот у вас есть 3D-сканер какой-то, он снимает там объект какой-то, возвращает вам облако точек. В облаке точек там миллионы объектов. Вам может оказаться, и вы хотите объекты маленькие такие, это просто вот точка. Ее координаты в пространстве, ну, и там, допустим, цвет. Вот, если вы будете, и это довольно компактная структура, там, допустим, она 16 байт. Ну, понятно, что если вы там добавите виртуальную функцию, у вас увеличится этот размер еще байт на 8. То есть, мораль всей басни такова, что если вам критичен размер, то, в общем, подумайте, а нужно ли там вот эта вот виртуальная функция, или это сделать как-то по-другому. Это первый вывод, который я хотел сделать. Второй вывод, это то, что если вызов обычной функции, это просто переход по уже известному адресу, или даже вообще никакого перехода. Как я говорил, что компилятор может делать встраивание функции. Просто возьмет, посчитает, что вот эта вот функция часто вызывается, и постоянно ее вызывать накладно. И просто возьмет, код встроит по месту. То есть, накладных расходов на вызов функцию не будет вообще. То в случае виртуальной функции придется по указателю, который находится в каждом классе, пойти в табличку. Это значит, уже мы теряем локальность данных. Нам нужно будет в кэш процессора, если там нету этой таблички, ее туда загрузить. Пойти прочитать там значение по адрес функции и перейти снова. То есть, снова мы делаем два перехода по памяти, то есть, у нас добавляется вот такой вот дополнительный уровень. Что, в общем-то же, чего-то стоит. Программирование, оно все в компромиссах. То или то. Не бывает так, что все сразу и бесплатно. Вот о том, сколько что стоит, я бы сейчас примерно рассказал. Есть вопросы? Виртуальный деструктор. Ну, деструктор это обычная функция. Соответственно, его можно сделать виртуальным. Зачем это нужно сделать? Допустим, у нас есть... Ну, сразу спойлер. Делать виртуальным деструктор нужно для того же, для чего мы делаем виртуальную любую функцию. Рассмотрим пример. Например, такая вот у нас иерархия. Есть базовый класс А. Мы здесь, чтобы понимать, что происходит, в деструкторе просто пишем А. И от этого класса мы отнаследовались. В деструкторе пишем Б, чтобы понять у нас, какие деструкторы вызываются. Здесь, в классе Б, у нас есть дополнительная логика. У нас есть указатель на какой-то объект, и мы его хотим потом, вот этот указатель, удалить, освободить память. Поэтому нам критично важно, чтобы вот этот вот код деструктора был вызван. Давайте создадим, запустим. Создали объект, удалили объект. Что мы видим? Был вызван только деструктор базового класса. Деструктора вот этого вызвано не было. Поэтому мы не удалили здесь этот объект, получили утечку памяти. Почему так произошло? Потому что если у нас нет виртуальных функций, используется связывание статическое. Статическое связывание значит компилятор на этапе компиляции знает, какую вызвать функцию. Определяет он это по типу переменной. Тип переменной А имеет тип А, хотя фактически она указывает на объект типа Б. Но поэтому, когда мы удаляем, будет вызван деструктор вот этого вот типа А. А не вот этого Б. Как это победить? Сделать виртуальным деструктором. Теперь у нас будет использоваться связывание не статическое, а динамическое. То есть на этапе компиляции, на этапе выполнения, когда мы удаляем объект, компилятор пойдет в таблицу виртуальных функций, найдет там правильный конструктор, то есть уже Б. его вызовет. То есть в результате, если бы мы сейчас сделали такое исправление в базовом классе, объявили деструктор виртуальным и такой же код запустили, у нас было бы здесь написано Б, что нам говорило о том, что был вызван деструктор производного класса, и потом А, то есть что потом еще и был вызван деструктор базового класса. То есть поведение было бы такое, как мы и ожидали. Понятно, для чего нужен виртуальный деструктор? Отлично. Вот, мораль. Мораль это важно. Если используете вот такие вот иерархии, какие-то полиморфные, с наследованием, то делайте деструктор виртуальным. В некоторых языках, там вот, например, в Java, там все методы изначально виртуальные. Ну, то есть это, чтобы не было проблем. Но в C++ мы не хотим платить за то, чем не пользуемся. Поэтому извольте не забывать делать виртуальность там, где нужно. Дальше. Чисто виртуальные функции. Если мы напишем равно нулю после какого-то виртуального метода, мы можем даже не давать здесь определение этому методу. Это не обязательно. Вот это вот равно нулю говорит о том, что этот метод чисто виртуальный. Это накладывает какие ограничения. Если кто-то отнаследуется от этого класса, он будет обязан реализовать такой метод. Если он его не реализует, то, соответственно, тот класс тоже будет иметь чисто виртуальную функцию. Плюс какое еще ограничение? Мы не можем создавать классы, в которых есть чисто виртуальные функции. Компилятор нам этого не даст. Он нам выдаст ошибку компиляции, что вы пытаетесь создать абстрактный класс. Абстрактный класс – это класс, который имеет хоть одну чисто виртуальную функцию. Для чего это понадобилось? Это нужно для того, чтобы навязать разработчикам, которые используют ваш класс, определенный контракт. То есть вы хотите, чтобы… Ну вот вы делаете базовый класс, тот же самый девайс. У вас есть какая-то логика, которая использует функцию, допустим, вот ту же самую write. Вам нужно, чтобы тот человек, разработчик, который будет реализовывать конкретный уже класс и отнаследуется от вашего класса, он обязательно этот метод реализовал. Вы тогда делаете метод чисто виртуальным, и всё, у него не будет вариантов, кроме как его реализовать. То есть вы навязываете определенный контракт. А, то есть название вообще-то себе так и хотели написано, потому что public write. Где? У класса девайса, она следует тебя от write. А, да, это я ошибся. Да, да, спасибо. Девайс, девайс здесь написано. Это я ошибся. Ну, в принципе, наверное, всё понятно, да, с этим? Или есть вопросы? А, вот ещё один момент. Такой. Если вы хотите запретить создавать базовый класс, ну, просто вот, ну, не хотите, чтобы его кто-то создавал, это не имеет смысла. И при этом у вас нет никаких кандидатов на то, чтобы сделать какую-то функцию чисто виртуальной. Есть подходящая функция для этого, которую можно сделать чисто виртуальной. Называется она деструктор. Он так или иначе обязательно присутствует в любом классе, поэтому делайте в базовом классе его чисто виртуальным, и всё хорошо, его создавать уже будет нельзя. А в производном классе, там деструктор будет переопределённый, уже объекты производных классов создавать будет можно. Так, про абстрактные классы я сказал. Так вот, абстрактные классы, в общем, в C++, это такие продвинутые интерфейсы из других языков. Там, вот, Java, то же самое. Почему продвинутые? Потому что в Java нельзя в интерфейсах никакой код писать. А в C++ можно. Можно? Да ладно. Ну, можно писать в подефолту, это для того, чтобы вот ты написал интерфейс, а вот от тебя уже наследовались. А потом тебе захотелось переписать, но так, чтобы всё работало, ты пишешь какой-то метод. Ладно, я пойду Java изучать, посмотрю, не обманываете ли меня. Когда я писал на Java, ничего такого нельзя было делать. Это некрасиво, но так вообще можно. Ага, хорошо. Вот, в C++, в общем, это законно. Написать код в классе и потом, ну, как бы, дать интерфейс, какой-то интерфейсный класс сделать, но который что-то ещё дополнительно делает. Это нормально, это хорошо. Чтобы не копипастить потом поведение одно и то же в разных классах. Дальше. В виртуальных функциях, у виртуальных функций могут быть параметры по умолчанию. Какая здесь проблема есть с этим? Вот здесь, в общем, такая иерархия. А, Б, метод фу, там по умолчанию параметр 10, там 20. Вызываем. Если мы вызвали так, будет использовано 10, так будет использовано 20. Почему так происходит? Потому что, хотя у нас функции виртуальные, и вызов будет, ну, определение функции, которую нужно вызвать, будет сделано в рантайме. То есть, компилятор пойдёт в таблицу виртуальных функций, выберет правильную функцию, её вызовет. Но, какое значение подставить, компилятор всё равно будет делать на этапе компиляции. Поэтому он просто будет смотреть на тип переменной. Ага, тип переменной А, значит, значение по умолчанию 10. Если тип B, то используем 20. Мораль какая? Что избегаете параметры по умолчанию для виртуальных функций, потому что это, ну, просто запутывает. Уже становится сложно понять, в каком случае будет поставлено то или иное значение. Просто не делайте так и всё. Модификаторы доступа при наследовании. Пока что мы наследовались всё только одним способом, это паблик наследования. В C++ ещё можно отнаследоваться, писать не паблик, а ещё можно использовать такие слова, как protected и private. Что это означает? Есть у нас базовый класс, где три поля x, y, z. Все они отличаются модификаторами доступа. Public, protected, private. Посмотрим, как они изменятся при наследовании. Это как бы, ну, псевдокод, просто оно показывает, как оно станет. Если у нас наследование паблик, то в этом классе мы имеем доступ к x и к y, то есть у них модификаторы доступа не поменялись. Но private мы уже использовать не можем. Но можем использовать public protected. и создавать этот класс тоже мы можем. Всё хорошо. Ну, через, в смысле, помещать его в указатель на базовый класс. Если мы наследуемся protected, то у нас то, что было public и protected, становится protected. Ну, к private мы не имеем доступа. И последнее это private. У нас то, что было public и protected, становится private. Чем они отличаются? Для чего нужно что? В общем, наследование public это классическое такое OOP-наследование. То есть, вот привычные всем иерархии отношения является частным случаем. То есть, мы отнаследовали от какого-то базового класса к какой-то другой. Это отношение является частным случаем. Если используется protected, то я не знаю, честно говоря, зачем оно используется. Я вот как-то пытался придумать какой-нибудь пример, где бы использовать это наследование protected и не придумал. Простите. Private используется для наследования для отношения чтобы не было наоборот отношения является частным случаем, private используется просто для того, чтобы обогатить класс какой-то функциональностью. Пример сразу. Ну, public понятно, вот у нас там развесистые иерархии, девайс, там какой-то нетворк адаптер, есть у нас какой-то девайс-менеджер, который может управлять этими девайсами, ну и соответственно мы хотим в него вот этим девайс-менеджером управлять всеми устройствами и нетворк адаптером и процессором и всем-всем-всем. Ну вот очень хороший вариант использовать собственно классическое такое наследование. Private это наследование реализации. Вот у нас есть этот нетворк адаптер, он является частным случаем какого-то абстрактного девайса, но он не является частным случаем какого-то класса, который может теологировать, но мы хотим вот этой функциональности обогатить этот класс. Мы наследуемся просто Private и получаем вот эту функциональность. То есть это отношение как бы оно не навязывает нам отношение, что это является частным случаем вот этого, оно просто добавляет эту функциональность. И теперь у нас например при создании какого-то вот этого нетворк адаптера этот класс Logable может у себя в конструкторе какую-то информацию где-то сохранить о том, что вот был создан этот класс. Ну может быть это где-то понадобится. Альтернативой Private наследованию ну естественно является композиция. Так ключевое слово Final. Если мы не хотим чтобы от нашего класса наследовались вот мы спроектировали вот так что это не нужно пишем Final наследоваться уже нельзя потом C++ есть множественное наследование то есть мы можем наследоваться не от одного класса а можем наследоваться от одного и более здесь есть два типа множественного наследования первый случай такая вот иерархия базовый класс А от А от наследован Б С от наследован от А А Д от Б и от С выглядеть такая иерархия будет вот так базовый класс А Б базовый класс А С и Д то есть у нас получится в результате у Д два варианта базового класса А как это будет в памяти все выглядеть в памяти давайте посмотрим size of значит сразу давайте глянем что там у нас в базовом классе у нас два дабла это 16 байт 2 по 8 16 размер будет и еще виртуальная функция там есть деструктор виртуальный значит будет еще и таблица виртуальных функций у А у нас два дабла 16 плюс 8 24 размер байта у Б и С также по 24 потому что у них нет своих никаких полей они просто взяли то что есть у А то есть у них размер тоже 24 ну А Д он включает и Б и С поэтому у него размер 48 это вот две вот ветви и в памяти они размещаются если там поглубже глянуть могут размещаться примерно так сам стандарт никак не описывает о том как это должно быть это все реализуют разработчики компилятора но вот я посмотрел вот у меня оно примерно так выглядело то есть есть кусок АБД и потом рядом с ним кусок АИС понятно пока с размещением как это все выглядит вношенное наследование давайте посмотрим как им пользоваться как оно примерно устроено я рассказал давайте посмотрим как их пользоваться ну здесь списки инициализации для чего нам нужны списки инициализации чтобы в конструкторе чтобы проинициализировать поля до того как мы попадем в конструктор если бы мы использовали не списки инициализации а инициализировали бы поля в теле конструктора то у нас до того как мы попали бы в конструктор проинициализировались бы эти поля и потом бы мы еще и сделали до присваивания то есть для того чтобы не делать лишних действий используются такие вот списки инициализации в базовом классе соответственно вот у нас есть такой конструктор мы инициализируем x y инициализируем нулем как в производных классах можно работать со всем этим можем в общем если у нас пока что не было множество наследования не было у нас двух вариантов класса а то в общем ну мы просто используем их как будто они у нас в классе есть все как бы нормально вызываем конструктор базового класса изменяем значение поле также можем методы вызывать кому-то они у нас есть в классе доходим до d то есть где у нас вот уже отнаследованные от боятся конструкторы базовых классов у него их 2b и c можем вызывать но если имена совпадают ну вот у нас y например поле она есть и в б и в c она была отнаследована от а поэтому мы если мы каким хотим какому-то конкретному получить полю то мы должны указать откуда ну указываем из типа b указываем из типа c здесь есть вопросы не будет компилироваться компилятор напишет что неоднозначно он не знает какой выбрать вот именно в этом случае вот как у нас происходит конструирование у нас конструирование начинается в общем здесь мы инициализируем поля 2 и 3 соответственно будут вызваны конструкторы с вот этими вот значениями 2 и 3 потом здесь мы еще мы еще не попадаем сюда у нас сначала должны быть сконструированы все базовые классы просто компилятор здесь смотрит конструкторы с каким вызывать значениями здесь он про инициализирует x тем что мы передали y про инициализирует нулем сейчас вот в этот момент когда мы оказались вот здесь вот это значит а у нас был уже сконструирован x у нас был инициализирован тем что нам передали сюда а y x умножить на 2 соответственно давайте посмотрим что там было б мы инициализировали двойкой значит вот в этот момент у нас классе b x равен двум y равен сейчас четырем стал вот до этого момента y был равен нулю здесь мы его переприсвоили он стал четырем с у нас происходит та же самая картина только здесь тройка здесь у нас x равен трём y здесь равен уже 6 после того как был сконструирован b и c мы оказываемся наконец в конструкторе производного класса на вот этот вот момент у нас в b x равен двум в c ой это в b до в c x равен трём а y равны четырем и шести но здесь мы их перезаписываем 1 и 2 до альтернативой такому наследованию является ромбовидное наследование или виртуальная она же виртуальная здесь единственное отличие во всей иерархии то что мы в b и в c добавили слово virtual указываем что а то нужно наследоваться виртуально приводит это к тому что у нас иерархия получается вот такой а а становится общим и для b и для c то есть не две копии одна копия в памяти это может быть а давайте сразу размер посмотрим ну а ожидаемо 24 байта 2 дабла одна таблица виртуальных функций в b и в c b и c размер по 32 байта почему 32 потому что вот к этому размеру добавилось еще и таблицы виртуальных функций для b и для c здесь компилятор вынужден делать несколько если он у нас в предыдущей иерархии достаточно было двух таблиц виртуальных функций для вот этой вот ветки и для вот этой вот ветки то здесь нужно уже три таблиц виртуальных функций потому что в зависимости от того какому мы приведем потом указатель типу там могут быть разные в общем варианты вот ну и итоговый размер у нас d получается 40 байт то есть здесь отсюда мы видим что два варианта даблов у нас нет он у нас один но зато вот появилось три таблицы виртуальных функций в памяти примерно так она размещена bdc и в конце а там дописан кусочек с наследованием разобрались ладно вложенные классы в общем все плюс плюс внутри классов можно объявлять другие классы одно есть свойство интересное у этих классов то что они вложенные классы имеют доступ к закрытой части внешнего класса то есть то что вот в private внутри этого класса она доступна доступ извне к ним вот через двоеточие как в общем то и везде все плюс плюс мы можем написать вектор итератор то есть обратиться к этому классу в данном случае вот мы создаем здесь для чего они удобны вложенные классы но в принципе я здесь вот уже хороший пример написал есть у нас контейнер какой-то и мы хотим предоставить какой-то класс который позволяет и тренироваться по нему вот нам удобно во первых у нас видимость такая удобно что в пространстве глобальных имен и не присутствует итератор во вторых мы бонусом получаем то что он может к private части иметь доступ то есть мы можем какие-то методы там как-то более эффективно написать если бы мы просто через открытый интерфейс класса бы взаимодействовали ну и в принципе на сегодня все у нас практическая часть будем писать класс матрицу используя операторы про которые сегодня говорили до сейчас давай покрутим где-то ты вот про какой про вот эту иерархию а ну ладно давай переопределять но можно запретить от б наследоваться написать final а наследоваться можно нельзя переопределять я честно говоря не помню попробую написать final функции сработает это или нет я не помню так вот домашнее задание пишем матрицу интерфейс вот я здесь написал какая какой она должна поддерживать то есть мы можем создать мы должны иметь возможность работать с этой матрицы и как с двумерным массивом должны иметь возможность матрицу умножить на какое-то число и вы должны иметь возможность сравнивать две матрицы в репозитории с лекциями в директории homework лежит тест тест представляет собой cpp файл тест cpp то есть вам нужно его взять к себе в свою директорию создать файл matrix . h потому что он будет этот тест ожидать что там будет такой файл matrix h и там у вас должен быть вот такой вот класс matrix он соответственно этот cpp подключит ваш этот файл возьмет ваш класс его протестирует если все хорошо то когда вы выполните программу скомпилированную будет написано дан если будут какие-то ошибки он напишет в какой строке теста что ожидалось и что он получил то есть берете смотрите исправляете дальше как реализовать вот такую вот семантику я вам рассказывал сегодня про оператор квадратные скобки но он не принимает несколько ну как он там принимал один аргумент а нам нужно вот так вот делать ну на самом деле он может два аргумента принимать у нас семантика тогда будет другая , а я хочу такую семантику мне нравится вот для того чтобы сделать такую вещь нужно будет из оператора класса matrix вернуть какой-то прокси объект у которого также будет определен оператор квадратные скобки вы должны сконструировать его этот временный объект передать ему какой какому ряду был доступ потом у него будет вызван этот оператор квадратные скобки где он узнает какая колонка и уже исходя из этого он сможет вычислить адрес и вернуть значение работаем ну кто хочет идет домой кто хочет работает я подскажу если что все всем пока